Здравствуйте! В эфире программа подробностей. Сегодня поговорим о том, насколько наш регион готов к пожароопасному сезону. У нас в гостях Вероника Вячеславовна Скавронская, исполняющая обязанности начальника отдела надзорной деятельности в лесах Министерства лесного хозяйства. Здравствуйте! Пожароопасный сезон в лесах регион уже объявлен. Расскажите, что это означает для жителей, гостей нашего города и области, и особенно для тех, кто любит отдыхать в лесах, какие ограничения уже установлены? Ну, прежде всего, эти ограничения связаны с соблюдением требований правил пожарной безопасности. То есть запрещается разводить костры в хойных молодняках, на агарях, в местах с поваленным, поврежденным лесом, торфяниках и под кронами деревьев. Запрещается разбрасывать спички, сигареты, горящую залу из курительных трубок, стекла, то есть это стеклянные банки, бутылки. Оставлять промасленные, пропитанные бензином, керосином и иными горючими веществами материалы, это бумага, вата, пакли, в непредусмотренных специально для этих местах. Запрещается заправлять топливом баки и двигатели внутреннего сгорания при работе машины. Работать неисправлено машин, неисправленная система питания двигателя. Курить и пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим, и вести работу с открытым огнем. И, соответственно, с введением особо противопожарного периода этот перечень значительно расширяется, вплоть до ограничения посещения гражданами лесов. Скажите, а когда начнется патрулирование, кто будет вести эту работу и каким ресурсом обладает область в данном вопросе? В целом патрулирование осуществляется круглогодично. Но с учетом наступления пожароопасного периода маршруты патрулирования скоординированы таким образом, что учитываются особенности как биологические, это в первую очередь класс пожаробезопасности лесного участка, это хвойные молодняки, и произрастанием недревесных лесных ресурсов, то есть это места сбора грибов, ягодники, и также особенности лесных участков, связанных с массовым нахождением людей, это места отдыха граждан. Вообще на территории лесного фонда в пределах нашей области надзорными полномочиями наделены 292 человека. И, соответственно, в течение всего пожароопасного сезона данные лица будут принимать активно непосредственно участие в данном мероприятии. Оснащенность техническими средствами техника составляет 100%. И еще у нас широко на практике используется межведомственное взаимодействие с учетом формирования рабочих групп из сотрудников лесничества, сотрудников УМВД России по Рязанской области. И, соответственно, данный формат зарекомендовал себя с очень хорошей стороны, в связи с тем, что сотрудники данных ведомств, обоих ведомств наделены достаточным полномочиям в лесах. Вот таким образом. Расскажите, какие штрафные санкции существуют, на кого и на что они распространяются? По всем частям статьи 8.32 действующей редакции Кодекса административных правонарушений ответственность предусмотрена для граждан в размере от 1,5 тысяч до 5 тысяч, на должностных лиц от 5 тысяч до 50 тысяч и на юридических до 1 миллиона рублей. Сумма штрафа зависит от характера события самого правонарушения. Когда оно было совершено, то есть в период действия какого режима? Также последствия и ущерба. Если сумма ущерба превышает 5 тысяч рублей, то виновное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности в соответствии с статьей 261 УК РФ, где уже срок грозит до 4 лет. Вот что касается самих нарушений, каким образом вы можете доказать вину конкретного нарушителя? И вообще как фиксируется это нарушение? Доказательствами по административным делам служат любые фактические данные. Это сами показания свидетелей, показания потерпевших арендаторов, например, или иных лиц. Также могут это быть заключения экспертов. И иные документы, в том числе поступающие в Министерство лесного хозяйства Рязанской области. А также показания специальных технических средств и вещественные доказательства. Чаще всего это фото- и видеофиксация. Благо оснащенность этими устройствами наших лесничеств составляет 100%. Также иные документы, которые поступают, в том числе и от граждан, содержащие необходимую информацию, которая содержится как на письменном носителе, так и на других. Это фото- и видеосъемка, звук и видеозапись, различные информационные базы банки данных и иные информационные носители. И имея уже достаточные данные, свидетельствующие о наличии событий административного правонарушения, должностное лицо возбуждает дело об административном правонарушении, то есть выносит соответствующий протокол или определение. Давайте перейдем от слов к цифрам. В этом году уже есть конкретные нарушения и установленные нарушители. Да, с начала 2014 года нашими сотрудниками, должностными лицами Министерства лесного хозяйства и подведственными учреждениями, это лесничествами, возбуждено и в дальнейшем рассмотрено 60 административных дел на общую сумму взыскания 176 250 рублей. Из этого числа на граждан возбуждено порядка 42 производств на общую сумму взыскания 59 700 рублей. И на индивидуальных предпринимателей и должностных лиц 18 производств на общую сумму 116 550. Ну вообще, как бы на практике, на административные правонарушения за нарушение правил пожарной безопасности приходится где-то от 1 треть от всех производств. И в среднем это составляет около 300 производств в год на общую сумму больше 1 миллиона рублей. А как Вы считаете, вот учитывая ли это 2010 года, этот горький опыт, изменили наши люди отношение к правилам пожарной безопасности? Ну вообще, по наблюдениям, к сожалению, нарушение правил пожарной безопасности с каждым годом совершается все больше. И чаще всего, и в первую очередь, это связано с увеличением количества граждан, которые посещают традиционные места отдыха. Благо, уже существует доступность автотранспортных средств для их посещения. Во-вторых, это юридическая низкоординированность вопроса, связанных с размещением мангальных площадок на этих местах. Ну и, конечно же, в первую очередь, это сама культура поведения наших граждан. Иногда складывается такое впечатление, что при виде леса у людей проявляется, пробуждается аппетит, вот всем хочется очень жареного, копченого. И в соответствии с этим, конечно, профилактическая работа в этот момент вся сводится на нет. И, в общем-то, когда люди все-таки осознают опасность своего деяния, ну, внятно объяснить причину своих действий, они не могут. Ну, вот, однако, на практике в нашем министерстве зафиксировано, что лица, которые хоть один раз привлеклись к административной отметственности, позже в нашей базе уже не фиксируются. То есть напрашивается вывод о том, что в данной ситуации эффективен метод кнута. То есть именно наказание административного нарушителя и оплата штрафа приводит к пониманию своей опасности деяния. А что касается должностных лиц, стали они более ответственно относиться к своей работе? Ну, в отношении должностных лиц, значит, наделенными надзорными полномочиями, по сравнению 2012 годом, 2013 году административное правонарушение за нарушение правил пожарной безопасности возросли в 2,2 раза, а по сравнению с 2010 годом практически в 4 раза. То есть цифры говорят сами за себя. Спасибо, что сегодня к нам пришли. На этом наша программа подошла к концу. Остается добавить, что при бережном отношении к лесу наш отдых не станет менее привлекательным. На сегодня это все. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова